Здравствуйте! Я пришла к маме. У меня тут своё ромжение, как телефон поставить. Пришла к маме, принесла несколько видов обеда. По чуть-чуть. Она говорит, у меня есть каша, я говорю, кашу давай мне. Что, мама, кашу выбираешь? Мама, у тебя видно, как ты кушаешь. Ничего страшного. А как его выбирать? Ну, в сторону встань. Я сказала, что там несколько штук всего. Пришла к маме, она смотрит видео и так, знаете, завтра я готова бежать на базар, огурцы покупать. То есть, понятно, выздоравливает. Да, мне фикадельки не нужны. Мама каши много варит, разная, а любые каши. А у меня мясо, я мясо потушила. И, боже мой, у нас воды горячей нет. У нас же коммунизм здесь, знаете, в нашем городе. Всегда вода горячая. Летом у нас очень жарко, потому что батареи очень греют хорошо. Мам, не надо сейчас это делать. Вот это сейчас делать не надо, мам. Ну, все, я заканчиваю. Шум, я разговариваю. Ну, подожди, я уже заканчиваю, подожди. Уже, не, я ждать не могу, потому что это видео идет. Ждать я не могу. Так потом сделаешь. Все, все. Ну, вот, я пришла маме укол сделать. Так, что я хотела вам рассказать? Ну, было продолжение. Хотела рассказать, как я там с Азалом встретилась. В общем, мы с ним поженились через год. А, что интересно. Когда Азад меня вел знакомить к своим родителям, вот эту фразу он сказал. Самое главное, что я считаю, что любой мужчина, я бы хотел, чтобы мои сыновья тоже бы так вы сказали. Хотя я не собираюсь с невестками близко там как-то общаться. В том плане не собираюсь, что без их воли я не собираюсь к ним домой бежать. Взяла мама, пошла там, шкарвет кастрюлю там. Ну, я сам, в принципе, считаю, что если вот свекров женщина самодостаточная, у нее есть чем заняться, то ей не будет время лазить, как тут принято говорить, говорить невестке, лазить по хатам невестки и сына. Вот. То есть я, что хотел сказать, муж мне будущий Азад сказал, что, смотри, Карин, я очень часто слышал фразы разные, такие, что про свекровь не очень лестные, а также слышал истории, где свекровь, невестки не дружат со свекровью, у них отношения не очень складываются. Я бы не хотела, чтобы это в моей семье было, потому что для меня мама это все. В первую очередь это моя мама, а потом, то есть жен у меня может быть несколько, а мать у меня одна. И как-то я так себе, знаете, зарубила это на носу, и все. Слушайте, такая у меня косынка. Ну, косынка, обычная косынка на горло. Сейчас я вам покажу. И так он меня привел домой к себе. Я не думаю, что они были счастливы, потому что я бакинка, все-таки в Ереване хотели своих местных девочек взять. И не факт, что я тоже армянка, армянская кровь у меня есть. То, что у меня мама украинка, это играло больше мне в минус, чем плюс, я думаю. Они хотели, каждый хотел, знаете, со своего чуть ли не района взять, они жили все равно в городе. Горожане были. Вот. И так как Азад, видимо, поставил вопрос ребром, что... А, он как-то сказал мне, потом до меня дошло, что или Карина будет, или никто, потому что его там пытались сосватать, показывали всяких девочек разных. В общем, я хочу, чтобы косынку на голову. То есть, вот шарфик. Вот шарфик. И на голову, когда ветер или что. Вот. Косынечко. Классно, да? Да. Буду так с вами разговаривать. И что, у меня такие очки классные. Красивые очки. Я их купила в железном порту. Очень недорого. Вот. И так он меня привел сначала познакомиться. Я не Бенни Мэй, не ФРГ на армянском. Я думаю, что им было это очень неприятно. Ну, еще одно слово, все, что я с Баку. Они понимали, что бакинские армяне многие не знают, особенно молодежь, многие не знают язык армянский. Да, еще у меня мама украинка. Ну, как-то так было. А потом я должна была поехать... Он мне познакомил. И потом я уже должна была поехать на три месяца в Армению. Вот. В Армению, а в Баку. А в Баку уже было очень тяжелое положение. Я вообще тоже не знаю, как мы с Лаурой, с моей подругой поехали. Она... И я там очень скучала за Азатом. Мы каждый раз переговаривались по телефону. И было так, что это же платные переговоры, надо было там заказывать, знаете. То, что звонит, звучит, звенит вот этот холодильник, мы ничего с ним сделать не можем. Звенит он и звенит. Он такой с самого начала был. И как-то многие пишут, что он мешает. Ну, знаете, ничего сделать не могу. Если очень мешает, то вам надо просто переключить видео и все. Или мне... Я не могу пойти в другую. Может, я попытаюсь пойти в другую комнату. Сейчас я попытаюсь. Короче, а там же, если помните, заказывали... Переговоры заказывали. И наша история, видимо, прониклась женщина... Ой, тут темно. Наша история прониклась женщина, кто вот... Там очень звенит твой телевизор. Там очень... Телевизор, телевизор, телевизор очень звенит. Вот прониклась женщина. И как-то так получилось... Я разговариваю, да, по телефону, по видео. Ой, видео. И как так получилось, что мне даже потом она перезвонила. Видимо, я где-то в разговоре сказала, что звонит им. У меня нет возможности платить. Потому что я разговаривала с бабушкиным дома. Бабушка у нас жила отдельно. И позвонила потом телефонистка и сказала... Вот я так поняла по ее тону, что она слышала все-таки наши разговоры. Она сказала, что, знаете, что-то тут у нас получилось технически. Мы не успели ваш разговор внести куда-то, и это будет вам бесплатно. По-моему, я заказывала разговоры. Да, я заказывала. И переживала, видимо, что придет счет, нужно будет платить. А я не очень хотела, чтобы там мой дядя знал, потому что он обеспечивал бабушку. Бабушка как-то знала, что я разговариваю. Да, и тогда прозвучало. Я до сих пор вспомню эту телефонистку. Мне было так приятно. Я почувствовала. Я была молодая, мне было 18 лет, но я почувствовала, что это все-таки инициатива самой телефонистки. Как бы не включить этот разговор в стоимость или что. И получилось так, что там уже было опасно вообще приезжать в Армению. То есть в Армении в Баку. А ЗАД решил все-таки приехать. То есть он так скучал, он решил приехать. Когда я это сообщила родным, они все были в шоке, как это армянин, который на ломаном русском говорит, приедет в Баку с Армении. Тогда это было опасно очень. Но все-таки он приехал, а мой дядя его встретил. И как-то родители решили, что это очень рано будет мне выходить замуж. 18 лет, я только на втором курсе. Все были против. Мы решили с ЗАДом бежать. Взяли паспорт. И хотели на пароходе, знаете, через Грузию или через... Я вот не помню это уже. А получилось так, что я позвонила папе, а он сказал, а где твой паспорт? Я говорю, ну, у меня он... В общем, у нас разговор такой получился, что, в общем, не надо дурю маяться, приезжайте, как-то решим вопрос. И бабушка, когда узнала, что я собираюсь убегать, она говорит, надо их отпустить. И сделали такой вечер небольшой с родственниками. И спокойно благословили нас, и нас отпустили в Ереван. Мы ехали через Заджинькидзе, я помню, через Грозное, что-то вот такое было. Мы приехали. Видимо, Азад сообщил. Я стал армянский язык вообще не знала. Азад сообщил. И меня очень хорошо встретили. Тепло. По-домашнему, как свою дочь встретили. Вот. Приходили периодически какие-то соседи. Смотрели на меня. Ну, как вот. Смотрели на меня. Что-то, наверное, говорили. А я ничего не понимала. Была очень увлечена своими чувствами. Вот. Ну, позже я забеременела. Уже. А там тоже вечер так вот делали. Не свадьбу, вечер. Мы... Почему до сих пор я вот как-то... Первое время вообще простить Азаду не могла, что он отказался от свадьбы. Потому что когда Свекла разговаривал с мамой, они говорили о свадьбе. А мама бы, ее шеф на работе бы, он там продуктами полностью бы снабдил. Вообще не было возможности. Деньги были. И у той, и у той стороны. Потому что только вот начинал разваливаться союз. Но на карточках деньги были, как-то, помните, у всех. Ну, азов сказал, что я хочу какую-то там... Ну, я не имею возможность такую шикарную свадьбу сделать. Сделаю так, как родители. Его представление, я не знаю, какую ему свадьбу представлял. Но я... Мы оказались без свадьбы. Я настоял... А знаете, как сказал Азад, значит, это закон. Просто закон. Меня все уговаривают. Да ты что же, девушка должна в платье быть. А машины с куклой? Я говорю, не-не-не-не. Как-то Азад убедил меня, что вот... Я не хочу просто свадьбу. Я хочу какую-то... Не знаю, какую он хотел. Королевскую свадьбу или какую-то. И потом я очень жалела. Я вот всем советую, что в любом случае нужно сделать, какая бы ни были возможности. Ну, хотя бы маленький вечерок, но с тем, чтобы девушка одела белое платье. Мы это потом восполнили. Уже мы провели фотосессию. У меня есть фотографии в свадебном платье. Все. Но это все равно не то было. И я много лет назад это вспоминала. Я была молодая, неопытная вообще ребенок. И ты как-то так... А такая бы свадьба была бы. Свадьба. Потом, через несколько лет уже женился брат Карена. И у них очень... Когда уже положение было вообще плохое с финансами, и очень хорошую свадьбу свекла сделал Карену в ресторане, с машинами, с пипиканьем и так далее, с куклами и так далее. Ну, не знаю. А завтра, говорит, ну я был молодой. У меня вообще такие планы были, что я должен жениться после 30-ти, когда у меня будет и дом, и машина, и яхта, и не знаю, что он там себе думал. Ну, какие-то у него такие планы были. Вот. Ну, он потом всем уже советовал. О, говорит, ни в коем случае, свадьба хоть какая-то должна быть. Если не свадьба, то вечер, но так, чтобы отдели, отдела на белое платье, вышло, фотографии и так далее было. Все, любая девушка мечтает о белом платье, свадебном платье. Ну, потом мы, конечно, сделали эту фотосессию с платьями. У меня красиво такое платье было. Сами молча пошли, сфотографировались, и все. Когда увидели фотографии родственники Азата, они нас даже поругали, говорят, так можно было бы снова сделать небольшую свадьбу, там, годовщину, или там, арейку было. Два года, что ли? Не помню. Ну, я даже такая не особо накрашенная там была. Просто я собрала волосы, фото была такая красивая, и все. Ну, так мы, вошла плавно я в этот... Я когда была беременная, я так поняла, что все, я уже замужем. И как это я вообще, маму, бабушку, не увижу, к себе домой не поеду. Я не могла это представить. Ну, как-то я понял, что все, я какой-то золотой клетки. И в один день я сказала, что я хочу домой поехать. Ну, как домой? Я говорю, ну, так, хочу в баку домой. Вот, во-первых, это опасно. Я говорю, ну, там все равно эти женщины еще до последнего ехали. Ну, я взяла, собрала вещи, спустилась, там двухэтажный дом был. А сликросс прошла, куда ты идешь? Я говорю, я домой еду. Я представляю вообще ее... Ну, они, наверное, считали мне ненормально. Мало того, что какая-то бакинка, плюс еще с какими-то понятиями непонятными. Как-то домой еду. Ну, да, домой еду. И я пошла себе на вокзал с чемоданчиком. А пока я пошла на вокзал, там уже азат сидел. Как-то он на такси поехал, или на чем он поехал, я не знаю. И он начал мне объяснять терпеливо, что замужество это не так. Когда захотел, стал поехал домой. Уже есть свои права и обязанности жены. Есть семья, есть муж. Но он как-то всегда азат очень терпеливо мне объяснил. Я так поняла, посмотрела. Ну, да, ну, хорошо. Ну, я очень долго была ребенком. Вообще очень долго. Какая-то такая... Другие, может, более прозорливые, более взрослые. Хотя моя подруга Лаура тоже была ребенок-ребенком. Ну, какие-то мы дети были. 19 лет тогда мне было. Вот такая у меня была история. Красивая была история. Не знаю. Это я вам просто рассказала так, спокойно. А история была очень красивая. Любовь такая была. Вообще. Мы иногда думали, в те времена мы думали, наверное, эта война получилась между Азербайджаном и Арменией. Только что мы соединились. Потому что так в жизни бы я никогда не приехала бы в Ереван, а назад бы никогда в жизни не женился бы на Армянке. А именно из-за этой войны. Ну, так там было много смешанных браков таких. Бакинок, бакинок, бакинок с ереванскими парнями. Ну, не знаю. Костянечка. Все. Все рассказала. Буду сейчас маме укол деть.